14 причин, почему вы всегда уставший Недосып – вовсе не единственная причина, по которой вы можете чувствовать себя разбитым. Обычные привычки, которые присутствуют у многих из нас в жизни, незаметно опустошают физически и морально. Вы пропускаете тренировку, когда чувствуете себя уставшим. Пропуск тренировки ради экономии энергии – это та привычка, которая работает против вас. Исследование университета Джорджии показало, что люди, которые хотя бы 3 раза в неделю обращаются к физическим нагрузкам, чувствуют себя куда более живыми и не так быстро утомляются. Регулярные силовые упражнения повышают выносливость, дают возможность в кровеносной системе работать более эффективно. Кислород быстрее и в больших количествах доставляется в органы тканей. Так что в следующий раз, когда будете валяться на диване, подумайте о том, что если бы вы вместо этого прогулялись по улице, то завтра были бы намного более энергичными. Вы пьете слишком мало воды. Даже если вам не хватает всего 2% воды от ее оптимального уровня в организме, то это уже серьезно сказывается на вашей энергетической активности. Обезвоживание приводит к дефициту крови, делает кровь гуще, это заставляет ваше сердце работать менее эффективно, оно снижает скорость. Мышцы испытывают перебои с поставками кислорода и питательных веществ. Как понять, сколько пить воды? Все просто. Нужно измерить свой вес в килограммах и разделить его на 30, так вы получите количество литров, которые нужно выпивать в день. Вы потребляете слишком мало железа. Дефицит железа в организме может заставить вас чувствовать себя вялым, раздражительным или слабым. Вам может быть очень трудно сосредоточиться на работе. Это следствие недостатка кислорода в мышцах и клетках. Чтобы уменьшить риск анемии, начните есть больше продуктов, богатых железом. Это постная говядина, фасоль, яйца с желтком, темно-зеленые листовые овощи, орехи. Смешивать их для максимального эффекта нужно с продуктами, богатыми витамином С. Он улучшает усваиваемость железа. Вы перфекционист. Совершенно невозможно. Давайте посмотрим правде в глаза. Вы уже давно это знаете. Если перфекционизм заставляет вас работать на пределе сил и постоянно брать внеурочные, то в конечном итоге это просто вымотает вас. Эксперты рекомендуют использовать более близкие цели, устанавливая для них четкие дедлайны и учиться работать, не обращая внимания на отвлекающие факторы. И помните о законе Паркинсона. Работа занимает все отведенное на нее время. Вы делаете из мухи слона. Если вы постоянно предполагаете, что вас собираются уволить, когда босс вызывает вас на ковер, или вас пугает перспектива ездить на велосипеде, потому что вы боитесь попасть в аварию, то это тоже очень важная составляющая вашей хронической усталости. Беспокойство истощает резервы вашего мозга и буквально парализует вас. Если вы ловите себя на дурных мыслях, сделайте глубокий вдох и спросите себя, а насколько вообще вероятно, что этот худший сценарий произойдет? Чтобы победить тревожность, вам придется полюбить прогулки на открытом воздухе, медитацию, физические нагрузки и общение с другими людьми. Вы пропускаете завтрак. Пища – это топливо для вашего тела. Когда вы спите, ваш организм продолжает использовать ужин для того, чтобы накачивать клетки кислородом и питательными веществами. А когда вы просыпаетесь, то просто обязаны заряжаться завтраком. Если вы его пропустите, то почти наверняка будете чувствовать себя вялым вплоть до обеда. Завтрак – это огонь для вашего метаболизма. Если вы его пропускаете, метаболизм замедляется. Диетологи рекомендуют есть на завтрак продукты, в которых есть цельное зерно, нежирные белки и здоровые жиры, например, овсянка или бутерброд с арахисовым маслом. Подходят фрукты, молочные продукты, яйца, тосты, йогурт. Вы едите нездоровую пищу. Практически все полуфабрикаты под завязку загружены сахаром, солью и пищевыми добавками. Это делает их продуктами с высоким гликемическим индексом. Этот показатель измеряет скорость переработки углеводов сахара в крови. Постоянные скачки уровнем сахара то вверх, когда вы съедаете сладкую булочку с чашкой чая в офисе, то вниз, через полтора часа, когда она полностью перерабатывается, заставляют вас чувствовать себя вечно уставшим. Вам трудно говорить нет. Люди часто так хотят понравиться окружающим, что действует в ущерб собственной энергии счастью. Что еще хуже, они держат в себе обиду и гнев. Но в конце концов, если ваш босс просит вас поработать в воскресенье, и этого пункта нет в вашем договоре, то вы всегда можете сказать нет. Вы удивитесь, насколько легче может стать ваша жизнь, если вы перестанете каждый день тратить по полдня на помощь или на то, чтобы составить компанию своим назойливым коллегам. Психологи рекомендуют тренироваться говорить нет вслух, когда вы едете в одиночестве в машине на работу. Если вы будете повторять это слово вслух регулярно, говорить его будет все легче. У вас грязный офис. Старые бумаги и чашки на столе, мусор под ногами и на столах коллег все это ограничивает вашу способность сосредоточиться и ограничивает возможности вашего мозга по обработке информации. Заканчивая сегодняшний день, убедитесь, что уходите после того, как навели порядок на столе. Все ваши вещи должны быть на своих местах и желательно не на столе, а в тумбочке. Если в вашем офисе нет уборщицы, установите график дежурства. Мусор действительно убивает продуктивность. Вы работаете без отпусков. Проверка электронной почты в то время, когда вы лежите у бассейна, угрожает вам синдромом выгорания. В отпуске нужно перестать пользоваться рабочими гаджетами и программами. Только так можно полностью расслабиться, отдохнуть и вернуться в офис посвежевшим. Если вы будете чаще делать перерывы, то станете более творческой, продуктивной и эффективной личностью. Вы выпиваете 1-2 бокала вина перед сном. Алкоголь выглядит хорошим способом расслабиться перед сном, но может иметь серьезные побочные последствия. Он угнетает центральную нервную систему и вызывает седативный эффект. Алкоголь дает эффект, противоположный тому, который дает сон. Он приводит к всплеску адреналина в организме. Выпивая перед сном, вы саботируете положительный эффект от него. Вы часто можете просыпаться посреди ночи, после того, как вы выпьете и ляжете спать. Рекомендуется не пить позднее, чем за 3-4 часа до сна. Вы проверяете электронную почту и соцсети в кровати. Яркий свет смартфона или планшета сбивает ваш естественный суточный ритм и подавляет выработку мелатонина – гормона, который помогает регулировать циклы сна и бодрствования. Рекомендуется не пользоваться гаджетами с жидкокристаллическими дисплеями за 2 часа до сна. Ну а если этого вы себе позволить никак не можете, то убедитесь хотя бы в том, что экран находится на расстоянии более 14 см от глаз. Это уменьшит его негативный эффект. Вы весь день держитесь на кофеине. Исследования показывают, что кофе подходит только для раннего утра. Если вы пьете более 3 чашек этого напитка в день, то это серьезно нарушает работу ваших биоритмов. Кофеин, в частности, блокирует аденозин – вещество, которое требует от вас немного поспать. Проще говоря, спать вам хочется именно тогда, когда в клетках тела накапливается критическая масса гормона усталости. А кофеин блокирует его передвижение к клеткам. Есть данные, что даже если вы пьете кофе за 6 часов до сна, то уже серьезно вредите своему ночному отдыху. Поэтому старайтесь исключить кофе или крепкий чай во второй половине дня. Вы поздно ложитесь спать в выходные. Вечеринка допоздна по субботам и валяние в постели до середины воскресенья приводят к тому, что вы никак не можете выспаться в ночь на понедельник. Поскольку отказ от пьяных посиделок в баре по субботам может стеснять вашу социальную жизнь, то попробуйте просто просыпаться на следующий день в обычное рабочее время. Куда эффективнее вздремнуть во второй половине дня, чем спать до победы утром. Чтобы перезагрузить свое тело, дав ему быстрый отдых, достаточно 20 минут сна. Главное не переборщить. Если вы заснете на час-два вместо 20 минут, то впадете в глубокую фазу сна. И остаток дня будете чувствовать себя вялым и разбитым. Субтитры сделал DimaTorzok